Клево всем, друзья! Приехал с поплывочной удочкой, с маховой, на канал, половить рыбку, попытаться что-то поймать. Второе декабря, второй день зимы. Вот такой канал. Говорят, есть плотвичка. Нет-нет, летает карасик. Попытаюсь что-то поймать. Сзади вот тоже вид прекрасный. Так что, друзья, погнали! Попытаюсь. Вот такая удочка шестиметровка. Вот такая красавица. Течения вроде нету, глубина небольшая. Попробую с максимально тоненьких. Так. Ну вот, надо попробовать вот этого. Одинграммовый поплавок. А там буду смотреть, как буду видеть поклёвки, как буду видеть сам поплавок. Вот это уже буду ориентироваться. Вот так. Вот так. В водоеме есть плотва. Есть карась, температура воздуха сейчас плюс 2, плюс 3 градуса, довольно свежо, и не стоит трава подмерзшая, ночью был заморозок, а вода в канале упала, на данный момент течения вроде бы как нету, поэтому будет смотреть, что если вдруг течение, я не смогу на поплавок ловить, еще буду проверять, вроде бы нету. И вот дилемма, есть карась, есть плотва. Если я замешаю чистую прикормку, то с большой вероятностью карася практически не будет или будет очень мало. Если я замешаю с грунтом, то будет преобладать карась, но нету грунта. Погода просто дует и мается, просто жесть. День через день прыгает атмосферка, позавчера атмосферка поднялась более чем на 10 единиц, потом на другой день упала на 10 единиц, и вот в ту ночь еще упала, вот в эту ночь еще на 8 единиц. Вчера поливал вечером дождь, днем переменная облачность была, перед этим сутки лил дождь, в общем, все очень мокро, скляска, погода меняется, поэтому не знаю. Ну, так как грунта нету, поэтому все-таки буду рассчитывать на чистую прикормку, но буду делать максимально тяжелой, чтобы меньше полило, вдруг карасика соблазнит. Хотя сейчас горят карася здесь очень мало, но там кто его знает. Из прикормок буду у меня, вот остаток черный лещ, еще пара пачка леща, и пачка морской червь, вот такая прикормка. Все это сейчас и буду мешать. Две пачки хватит, но стоит уже месяц, не выкидывать, засыплю ее, не буду ловить. К сожалению, есть большая проблема, остался без мотылья, не нашел. Вчера объездил несколько магазинов, нигде нету, две недели у нас была дни рыболовная погода, и мотыль, кто завез, он пропал. Ай, какой запах пошел, классный. Ммм, такой сладковат, слегка ванильный. Класс. Вот такая цветная светлая прикормка. зелено-красненькая, еще темный лещ. Добавляю буквально чуть-чуть воды. Все, сейчас прикормочка постоит, и буду добавлять вонючки. Прикормка взяла воду. Крукуется. Теперь буду добавлять аромы. Мотыль. И мидию. Сильно много аромы не надо, вода холодная, поэтому сильно отпугивать рыбу тоже не надо. Лью я арому без воды на влажную прикормку, поэтому надо очень тщательно перемешивать. Когда прикормка слегка поменяет свой оттенок, видно, что она в ворове будет видно, она такая темная, как будто мокрая становится. Более тяжелая. Более тяжелая. Поменял оттенок. Кровить буду шарами. Чтобы они упали, дошли до дна и там начали работать. Все. Такая вот. Очень тяжелая. Пока прикормка доходит, занимаюсь удочкой, отбиваю точку ловли. Рыбалку начну со дна. И вообще, чтобы правильно понимать, где дно, где у меня находится крючок, мне нужно отбить правильно глубину. Для этого, для начала, мне нужно найти место, где крючок касается дна. Что для этого и делаю. Кстати, на канале есть видео, как правильно выставить глубину. Можете перейти по ссылочке, посмотреть. Также ссылку оставлю в описании. Там я этот весь процесс, что сейчас буду делать, показываю в аквариуме очень подробно. Самое первое, что мне нужно сделать, это посмотреть, как в воде стоит мой поплавок в условиях, когда крючок на дном. Для этого я ставлю маленькую глубину, заведомо меньше, чем в месте ловли. Забрасываю и смотрю, как огружен поплавок. Он нагружен у меня вот так. Так вот антенна торчит из воды. Для дальнейшего процесса мне нужно грузило, которое я закреплю на крючок, чтобы поплавок тонул. Использую обычные дробинки. Лучше брать большие, из мягкого свинца, чтобы легче было сжимать, разжимать. Просто сжал, стоит на месте, никуда не денется. И забрасываю. Утонул сразу брык. Все, теперь по чуть-чуть добавляю глубину. До тех пор, пока грузило не коснуться дна. То есть поплавок не будет тонуть. Утонул. Вот. Нашел дно. Поплавок выглядывает вот так. Добавляю еще капельку, по сантиметрам, по два. Все, попало, ребят. Выставил сейчас так, что у меня крючок вот так вот касается дна. Теперь длина поводка у меня 10 сантиметров, плюс петелька. Длина поводка 10 сантиметров, плюс петелька 1 сантиметр. Значит, мне глубину нужно добавить 11 сантиметров, чтобы подпаски легли на дно. Зайкорили поплавок. Но перед этим мне нужно на удочке сделать отметку маркером. где точка, при которой крючок касается дна. По низу поплавка. Вот так и делаю отметку. Все. Я знаю. В этом месте у меня нулевая точка и я к ней могу всегда вернуться. Сделать большую глубину, меньше глубину. Мало того, если я поставлю точно такой же длинный монтаж один в один, то я сразу и выставлю глубину. Все. Теперь от этой точки добавляю 11 сантиметров, при которой подпаски лягут на дно. Проверяю. Все. Отлично. Глубина выставлена. Снимаю груз. И буду сейчас проверять, будет нести или нет. Или нужно более тяжелый поплавок ставить. Чуть-чуть поплавок влазит больше. Там свал. Попадаю на свал. Уменьшил сейчас буквально на полтора сантиметра глубину. Все. Отлично. Глубина выставлена. Теперь можно заняться непосредственно прикормкой. Что с прикормкой? Отлично. Закорм буду производить шарами. Выкину чуть больше половины сразу. И во время рыбалки буду небольшими шариками подкармливать. Вот такие шары. Первый пошел. Все. Продолжение следует. Продолжение следует. . Пусть мед. Получается. Продолжение следует. Подпишем. Продолжение следует. все ребят закормил так как основная рыба все-таки планируется плотва то ждать полчаса когда начнет клевать карась нет смысла можно начинать ловить прям сразу опы сразу первая поклевка ребята кто это у нас хорошая плотва смотрите какая красавица вот это батончик класс ребят вот такая красавица отлично радует есть есть рыбка есть плотвичка поменьше но тоже ничего зимняя есть смотрите какая классная карасик маленький маханьки карасик пока мне все нравится кайф какая плотва классная жирная зимняя на тарань похоже но все но это плотва ну что все сделал правильно рыбка есть подошла клюет сошла маханька тяги нету одного громового поплавка более чем достаточно тут другое может возникнуть сверху вот такая маханька и стоит и вот она может создать проблемы не будет до дна доходить уклейка сверху уклейка стоит и вот вот это может быть проблема монтаж я использую с подпасками делаю сам как я их делаю можно перейти по ссылке посмотреть также в описании оставлю ссылку основные груза у меня на сантиметров на 30 выше если что я их опущу ниже чтобы быстрее проходила пробивала иди сюда иди сюда иди какая классная ух красавица груза пускай чуть ниже груза уклейка перехватывает может чуть чуть быстрее тонуть будет не пылящая прикормка тяжелая уклейки там собралось тьма тьмущая иди сюда ух какая шикарная плотва ребятки просто класс тут спортсменам по плывочникам тренироваться это черное смогут сделать на лету перехватила чуть выше возможно стоит как вариант может быть на дне карасик латвичка чуть чуть выше а у самой поверхности уклейка класс просто сказочные ребятки офигеть вот такая плотвичка класс ух нифига себе это что это что я без пацака ух нифига она забагрилась батончик забаррился ребята напишите какое блюдо из такой плотвы предпочитаете солить жарить уху напишите в комментариях очень интересно его плотве особо так не врываются с учением зимой со льда ну тогда я предпочитаю ее жарить то есть вот зимой наловился льда и жарить ерша за обогривы ребята ерша за пузо колючего малыша у нас кстати в крае ерша не очень много я знаю в этом канале нет нет он сильно активно проявляется так мало хотя раньше было очень много во многих степных водоемах сейчас вот колючий красавица да рыбка есть маленькая но есть вот подошел подошел сазанчик и карасик и отогнал плотву а сейчас нас с такими с такими размерами рыбы плотва было бы интересней и сазан такой кто это кто это такой бешеный вот это плотва ребятки ой шикардос вот эту я плавил бы много кто это густерка густера прилетела такая так что еще сделаю вот основные груза я все все выше поднимаю собираю в кучу ну делаю все подпасок вот у меня из двух так и оставляю в итоге сейчас падение насадки будет более плавно и дольше интересно именно плотва я определился что я хочу ловить не хочу мелких сазанчиков и карасиков хочу крупных плотву уклейка выше уклейка если будет также уклейка то буду грузила ниже опускать как слоеный пирог рыба воде карась сазанчик внизу выше плотва в самой самой поверхности уклейки уклейка видите ребят сделал по-другому груза и как влияет на вид рыбы еще пробую вот так вот вот вам показатель расположение грузов как может повлиять к рыбы будет чаще клевать уклейки все эти три заброса 3 уклейки все опускаю груза ниже так их оставлю верх не тут же остальные распределю тонуть будет подольше тонуть будет быстрее но скачками чуть-чуть побыстрее будет тонуть посмотрим на реакцию рыбы вот такой бусинками распределил все что пущу ниже вот плотва фокус мокус ребят тонуть стало быстрее вот и плотва такие вам маленькие фишечки спортивные у спортсменов упер сам то не спортсмен но у них упирают рыбка есть поклевывает не прям там супер-пупер поклевывает это радует просто классно так вот посидеть затяжки без ветра комфортно надо что-то еще потеть не хочется одевать нагромождать одежду потоки класса сидишь на на удочку на поплавочек кайфуешь класс и суда опять за морду забагрился друзья вот смотрите кто видел поплавок он тянул 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 подсекаю с обогренный за морду смотрите сколько его там что вот он попадает цепляет за поводок и крючок какие тут бывают караси ловятся просто огромные когда он идет ловят всей на все тогда сейчас вот пример ребята я сижу тонкая снасть чувствительная легенький поплавок и рыбка поклевывает а все кто сидят со снастями для массовой рыбы когда идет массово у всех клёва нету опять чешуя опять багрился ты моё и опять чешуя и вот нам немерено рыбы там немерено ребята просто вот видите два заброса поплавок ходит ходуном подсечка два раза чешуя ну что ребятки вот закончилась сегодняшняя рыбалка час дня пора ехать домой в общей сложности поймал больше 60 хвостиков еще десяток карпиков даже сюда не вошли были сразу отпущены вернее сазанчиков вот таких малышей что вам сказать рыбы очень много задача все-таки я пытался поймать карася поэтому прикормку делал с учетом на карася и он зашел он встал в огромном количестве но это живец на щуку которая сейчас буду отпускать ребятки это был очень мелкий карасик в огромнейшем количестве просто в огромнейший плотвы тоже было много но если бы я изначально затачивался под плотву я бы сделал совершенно другую прикормку прикормку на плотву которая пылила бы в отличие от прикормки на карася ребятки рыбку отпустил очень красиво снимал но потом заметил что забыл включить камеру как всегда отжал ну что ребятки до новых встреч